вот этот домик мы едем смотреть крышей сюда торчит при огромной площади в двести тридцать метров этот дом и имеет на удивление ужасную планировку там настолько бестолково используется пространство есть например две вон камер типа гостиных жилых комнаты где даже сами хозяева в одной из них явно просто не придумали что там делать у них там как-то бестолково стоит мебель но в общем он на самом деле слишком большой даже для семьи с тремя детьми не знаю как они там справляются с двумя но то есть мне кажется что очень много помещений как то все на разных уровнях но именно бестолково то есть в целом я люблю разноуровневые планировки но здесь очень все странно длинный коридор к ванной сама ванна ужасная кухня ужасная при этом многие другие моменты очень впечатляющие огромный гараж который используется по назначению что редко бывает обычно здесь даже когда мы смотрим дома там просто свален хлам и никто его не использует там для ремонта машины и не для хранения машины в общем впечатления неоднозначные сначала я как будто бы даже влюбилась но сейчас нахожусь в сомнениях пока судьба этого дома неизвестно мы не делали приставку но у него и нет дедлайна Андрею не понравился дома мне понравился что будем делать возьмемся за руки спрыгнем эй нам надо тут жить что-что-что мы еще блин это засада когда приезжаешь в плохую погоду тебе ничего не нравится когда приезжаешь хорошую есть вероятность купить не то что тебе на самом деле надо потому что ты совершенно очарован вот этим вот всем там петрячок уи мостики у нас там нет воды но просто влажновато я согласна без техинспекции покупать не будем конечно не то что эти амстердамские каналы видимо все велосипеда выловили а это кажется центральная саппинку лица по-деревенски наш домик где-то вот тут вот мы сейчас вот тут вот а пляжи вот а это уже не медомблик да вот это уже не медомблик вот это а что такое вот это вот так тут своя меры есть я смотрю что но вот и серая это обычно мне вот сюда пожалуйста в полях вот и и и Что, что? Канавка. Школьник угоняет лодку. Переезжаем. Не дубник, да. Андрей, не нравится дом, говорит, не минималистичненько. Да, я не люблю, когда вот это вот всё тут, там, нет. Не, ну там бешеная планировка, конечно, я согласна. Ну, когда нас это останавливало. Робот. Робот, да. Пусит травку. Кошечка рядом. Да? Вот там вот вода. А здесь уже не вода, а видно. Посмотрели на шлюз. Там ниже вода. Вот этот вот домик. Он такой, наверное, по-хорошему безумный. Будем думать. Будем думать. Вот так. Вот так. Вот так. Продолжение следует... 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 Как будто бы за 30 евро, а рядом еще один, почему-то за один. Вы не поверите, это они. Продолжение следует. Продолжение следует. Наволочка на подушку из Икеи. Всегда есть чем поживиться, если есть желание. Это тоже, кажется, Икеи. Это кожаные наволочки. Стоят 3,80 за штуку. Нам не подходят по интерьеру, она вообще прикольная тема. Стирка штор для нас довольно глобальное мероприятие. Мы не так часто это делаем, и оно у меня проходит как одно из дел в списке «Идеальный дом» или «Дом мечты». Но показываю здесь, во влогах, потому что в тех видео, где я показываю более глобальные какие-то дела по дому, мне кажется, стирка штор как-то мелковата. Продолжение следует. На втором и третьем этажах у нас есть мусорки, в которые скидывается весь мусор, никак не ассортируется, и потом мы вот так вот раз в несколько недель разбираем все, что накопилось. Так, расскажите, что вы делали только что? Откуда вы пришли? Сегодня был день, что не сами лагеры давали задания нам, а маленькие главные. Прогулки в парке. К сожалению, на детскую площадку нельзя с собакой, поэтому Кира очень переживала, что я не могу их раскачивать. Да, пришлось ненадолго ее тут прорезать и раскачать детишек. Покажи иллюминатор. Покажи иллюминатор. Покажи иллюминатор. Кто устал больше всех? Яша. Яша, мне кажется, она бы в этом парке поселилась. Да, отсюда не выкурили. Да. Нет. Да, вот они. Иван говорит, что надо идти. Там вот здесь. Ну что? Кто скаутенок? Кто хорошо поскаутился и погулял? Нет. Я вообще. Что, поехали? Поехали домой? Да. 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 Мы сейчас приедем к этому углу в дому. О, боже. Так ты только сейчас заметил? Нет. Не уже. Я взглядел. Что за сеткой зеленой? Она показалась мираж. Это тоже чувак какой, который уехал из Артурта? Нет. Его выгнали просто. Это недостаточно буйная фантазия была. Ну вот это ужасно. Или это и есть наша семья? Это балкончики должны быть. Нет. Вот эти три окна. Вот эти три окна характерны. Это оно. Еще балконы должны быть белые, пристроенные. Они с другой стороны что ли? Окей. Это дом в соседнем от нас городке. И там очень плохое состояние вообще всего. Там ковролин на полу, грязные, раздолбанные стены, ободранная лестница. И они не скрывают, они так и говорят, что с момента постройки, с 2003 года, там не было ремонта. И вот есть ощущение иногда бывает, что дом так себе, но о нем заботятся. А здесь потенциал у дома очень неплохой, но кажется, что просто этим домом никто не занимался. И это чувствуется, это заметно. Как вариант, мы этот дом совсем не рассматриваем. То есть это, наверное, самый ужасный дом из тех, что мы смотрели. Причем на фотографиях действительно все сильно лучше, чем есть на самом деле. Что теперь делать? просили рассказывать про цены у нас вот огурец один поштучно продается 50 центов еще есть того что мы обычно покупаем банка сосисок не то чтобы самая полезная еда 249 цветная капуста поштучно 1 99 баклажаны поштучно 069 но это очень сильно цена зависит от сезона понятное дело это цукини 069 тоже сейчас прям довольно низкие цены это два килограмма картошки 249 евро порей 50 центов имбирь 79 бананы стоят евро 19 за килограмм яблоки 3 евро за 6 штук но это не самые наверное дешевые конечно полтора килограмма вот яблок 239 и тут более-менее такая средняя цена полтора килограмма 249 яйца 12 штук 1 95 а вот такие яйца где 165 на 6 штук знаменитая голландская селедка вот такая вот в упаковке две штучки за евро 79 мы курицу обычно на развес покупаем в турецком магазине там чуть дешевле ну вот примерно где-то 6 половиной наверно тоже евро за килограмм здесь обычно 7 с половиной час на распродаже 649 это филе один килограмм говяжьего фарша стоит 6 евро цены на сыр 250 грамм 249 это вот этот вот сыр ром ромбри это сливочный при 99 центов это дешево очень так разные есть 150 200 грамм 249 пачка масла стоит 220 евро 89 зависимости от того био или не био так сейчас покажем что мы накупили расскажем сколько что стоило в крупных магазинах можно обычная чек не брать то есть ты просто говоришь что там типа напечатайте мне коротенький чек только со штрих-кодом для выхода если ты расслабишься через кассу самообслуживания или если на обычной кассе то можно просто попросить не печатать чек и не печатают но наши продавцы в нашем ближайшем магазине в супермаркете где мы фрукты овощи покупаем там такой такой сервиса нет и они печатают зато благодаря этому человеку я сейчас вам расскажу что сколько стоило здесь два с половиной килограмма помидоров черри стоит 1 99 за килограмм но это прям супер дешево это супер акция обычно всего где-то они стоят от лучшем случае 4 до 7 евро за килограмм здесь почти ровный килограмм огурцов по 3 евро за килограмм только вот в таких маленьких магазинчиках типа турецких супермаркетах я такие мелкие огурцы могу найти они не пупырчатые обычно здесь такие вот кабаны продаются по цене от 50 центов до примерно 1 евро за штуку здесь очень часто поштучно что-то продается не на вес по штучно вот кстати говоря мы купили лимонные кажется 4 штуки за 1 евро купили разных чтобы попробовать чем они отличаются авокадо стоил полтора евро цветная капуста тоже поштучно но вот видите такая меленькая прям совсем маленькая и при этом стоила на евро двадцать пять яблоки здесь кило двести тридцать по евро сорок пять за килограмм и того 178 5 штук яблок дайкон 1 евро сорок пять центов за штуку они бывают очень разные это ну такой средненький бывает и гораздо толще такие прям здоровые бывают и поменьше мы такие средние берем манга 1 евро и последние баклажаны 2 евро за килограмм здесь почти 400 грамм 73 цента я надеюсь я ничего не перепутала и того все это вместе стоит около 17 евро ну овощей нам хватит не знаю на 4 наверное но фрукты как пойдет обычно мы не проблема если что-то нужно то идем и еще покупаем на мой вкус римские шторы прекрасны всем кроме вот этой вот процедуры со стиркой это довольно заморочено все вытащи потом все встать обратно все эти крепления все эти направляющие но все остальное время с ними вообще никаких проблем и не знаю будем ли мы когда-нибудь самостоятельно делать такой выбор но эти шторы нам достались дома мы мы ими довольны и и и и и и и и и